Всем привет! С вами снова я, Зейн, и в этом видео расскажу вам про самый лучший красный улей в игре. Но если быть точнее, то лучшего красного уля нету. Почему? Объясню дальше. А пока ставь лайк, подписывайся, ну а я буду начинать. Так как те, кто следят за моим каналом, знают, что я полный нуб в красное и белое, я спросил мнение насчёт красной пыльцы у трёх независимых экспертов. Всех их вы видите на экране. Спасибо им большое за помощь в видео. И сегодня буду рассказывать про то, что они мне наговорили. У них всех 19-20 улья, и кто-то из них сидит долго в красной, кто-то мало, но в принципе они хорошо за неё шарят. Основной посыл, который они мне передали, то, что не существует прям идеального сета красного улья. Существует, можно так сказать, шаблон, который каждый меняет под себя. Например, я бы мог сказать, что лучший красный улья это улья сокса, лучшего красного. Но по факту это не так, потому что у него улья подстроен под себя. А вот другой уже человек с этим хайвом будет фармить в разы хуже. Поэтому вот есть, существует такой шаблон, про который мы сегодня поговорим и расскажу, что да как и как с ним играть. Понятно, я создал к этому видео табличку, как и к прошлым получается видео. Поэтому вот, держите лучший мета красный улья, шаблон, по которому мы сегодня будем ориентироваться. И, как мне сказали, дефолт мета это 13-11 спайси где-то на газер или бар, 11 снайперов на атаку, но можно где-то и 10 написали. 8 векторов на газер бар. Кстати, напоминаю, газер они будут фармить больше, получаясь за своего огня и марок, а бар они будут быстрее это спавнить. И 2 карпа на бар. Объясню, почему карпы. В этот раз спавнят у нас только полон марки, а вот хоны и марки для этого нам уже нужны, получается, наши карпентеры. Арки в красный вообще нужны для того, потому что старсев стакается с данными марками и выходит, если у вас х3 полон марка, то тогда ваш старсев будет копать х3 полон. То же самое и с конвертом. Х3 мед тоже дает про себя знать. Также тут используется одна музыка с баром, чтобы она быстрее давала свой музыкальный баф, но это не все. Также тут используется такой крутой биквип, как той хорн. Он дает вашей пчеле обилити мелодию, то есть ту самую нужную музыку и ставит его или на рейдж, или на кримсон. Это делается для того, чтобы практически всегда у вас была музыка на фарме. Также тут присутствует 4 бэйбика на бар и опять же бэйбики, а не тапки по простой причине. У каждого адекватного топпера, который хочет себе лучший красный хайв, есть второй аккаунт или аккаунт друга с тапка хайвом. Тапка хайв это где-то 30 тапочков, 7 буянтов, 8 фузи. Вот такой хелпер ак. Поэтому надо ставить именно бэйбиков, потому что бэйбики постоянно будут спавнить бэйбилав, тем более с баром это будет быстро. А на счет тапков вообще раз первое тяжелее выбить на них бар, а второе они могут заспавнить жабу вместо бэйбилава. Если говорить про ивентовых, очевидно используется медведь пчела с баром, чтобы она быстрее спавнила токена медведя, а особенно токен мамы медведя, потому что у нее лютый прирост к фарму. Если вы используете и фотон и кримзон, то тогда обоих вы ставите на газер, чтобы они больше фармили. Гами пчелу вы ставите на конверт. Таби пчелу это котик, вы ее тоже ставите на конверт. Фестив пчелу вы ставите на бар, чтобы она быстрее спавнила вам свою фестив марку, а также подарок. 100% вы можете использовать в уле Рейджа и Брейва и Бейзика А вот насчёт Ред Пчелы мне сказали, что это уже каждый делает по-своему Пример, кто-то может поставить её, кто-то может вместо неё поставить Спайси Кто-то может вместо неё поставить Хасти, чтобы у вас была больше скорость И вот так вот Как мне сказали, это база и вот этот шаблон, который мы с вами обозревали Вот он и есть, и пологие после него, после этого шаблона Вы сможете сами уже подстраивать улей под себя Например, если вы будете нуждаться в скорости, вы поставите Хасти Будете нуждаться в огне, вы поставите больше Спайси В Марках поставите больше Снайперов и так далее Также, например, мне писали, что вы можете поставить трёх Крапов вместо одного Вектора или Красной Пчелы Потому что это они делают по, получается, своей уже наигранной игре Или, если более умно сказать, то по своему опыту И поэтому они уже говорят, как будет лучше Но, опять же, повторюсь, каждый делает улей свой под себя С мутацией на Спайси и Векторов есть немного трудностей, как мне написали На них обычно ставят то, что не хватает вам в амулете Кто-то, например, меняет Спайси на Снайпера, но, опять же, каждый под себя Кто-то ставит себе в улей Буянта для Хоны Эдхайва, а также Капасити, чтобы был больше рюкзак А кто-то, например, утверждает, что это бесполезно Так что, говорю, каждый строит улей под себя Таких примеров можно делать много Там, у кого-то больше Векторов, у кого-то больше Снайперов У кого-то больше Спайси и так далее Но давайте сначала, прежде чем рассказать про Биквипы Расскажу, как вообще с этим играть И что для чего нужно Потому что, уверен, новичкам это будет интересно Спайси, я думаю, это всё понятно Для набивания Скорчинга А, кстати, насчёт набивания Скорчинга Как его нормально набивать Я рассказывал в своём видео-гайд про Красную Пыльцу Советую к просмотру Ссылка на данный ролик будет в описании А также там будет ссылка на мой Дискорд-сервер Где мне помогают также снимать видео А ещё мы там общаемся И обсуждаем новые теории про обнову Ждём активных людей Но мы будем продолжать наш ролик Так вот, Спайси нужны для огня Которых Красная Коса потом превращает в тёмный огонь Например, снайпера, прециски Я не знаю, как кто хочет их называть Прецайски Как буду называть снайпера Короче, снайпера нужны для того Чтобы у вас был постоянный Супер Крит Шанс А также, чтобы вы хранили на поле Икс-3 Супер Крит Марки Это нужно для вашего Старсева А также просто фарма Теперь насчёт векторов Я про них уже рассказывал Но хочу рассказать немного поподробнее А также затронуть сюда акарпов Например, вектора спавнят нам полон Марку Который даёт баф к пыльце Этот баф стакается с вашим Старсевом Который крутится вокруг вас И призывается за три шипа И уже данный Старсев фармит Получается это полон от вашего бафа Марки То же самое и с Карпентером Только Карпентер спавнит и полон Марку И хоны Марку Хоны Марка даёт конверт То есть, ваш, получается, Старсев Будет быстрее конвертить вам инвентарь Я не говорил точные статы Потому что это вам не нужно в голову Вам нужно просто знать теорию И я надеюсь, я нормально объяснил Также есть музыка, бейби, крейдж Но я думаю, про них много рассказать не надо Они просто нужны для своих бафов Например, бейбелав, музыка и баф рейджа для атаки А также, как мы выяснили ранее Рейдж нужен для того, чтобы поставить на него той хорн Бейзик пчела, понятно, в уле из-за своего одарённого бафа Так же, как и много других пчёл Примеры Файер, Шай и так далее Также многие новички путаются Но вам не нужен в красной пыльце Демон Би Потому что он просто не используется Ему есть намного круче замены И вообще его редбомбы никому не нужны Если коротко затрагивать амулеты Более подробно вы опять же можете посмотреть в красном гайде То с основного вам там нужен только бар и критикал шанс А также ред полон, полон и вот всё такое То есть прирост к тотал атаке, а также к тотал полону Чтобы ваш старцев, понятно, конвертил больше и вы фармили больше Теперь всё-таки насчёт биквипов и будем подводить ролик к концу Но вот насчёт биквипов точно инфы прям нету Каждый говорил по-своему, но я всё-таки расскажу, что мне удалось узнать А Брейв Би пчелу мы ставим барабан Потом у нас есть вот такой цветочек пейнсета Мы её ставим на тех, на кого мы просто можем Просто почему такая неточность И я не могу сказать на кого 100%, потому что у многих нету бисмос биквипов С тех, кто у меня в красной Ну и поэтому, ребята, извиняйте А и плюсом мне напомнили, что он это обещал сделать на этом бисмосе Что можно будет носить по 25 биквипов И поэтому многие сейчас даже про это не парятся Уже когда добавят, будут ими заниматься Как я уже сказал, той хорн мы ставим на рейджа Если у вас нету козу или чарм браслета Если есть козу или чарм браслет, то лучше поставьте на рейджа И просто добавьте ещё одну музыку Кстати, насчёт музыки Немного уточнения Так как я записываю это видео немного в разное время То есть я его уже снимаю в промежутке где-то 5 часов Но он на самом деле не 5 часов Ну, короче, вы поняли Мне уточнили, что даже если у вас есть вот той хорн То вам надо всё равно 2 музыки и той хорн Если у вас нету той хорна, то тогда 3 музыки То есть ставьте, если у вас будет козу или чарм браслет Убирайте той хорн, ставьте их и ставьте 3 музыки Также можно поставить свечи Это такие, которые у нас даёт рейл би И получается её вы ставите на снайперах, чтобы она больше формила Также можно поставить смайлики на векторов, чтобы у них была более продолжительность марок Но если у вас их нет, то вы можете поставить себе бабл лайты На этом, наверное, всё, ребята Как я и говорил по бикипам, вышла немного слабая часть Потому что всё-таки много неточностей И мета красный меняется каждый день Потому что каждый, как я говорил, уже строит под себя Но если вам понравился видос и вы ждёте третья часть трилогии по бисмосу То ставьте лайк, подписывайтесь И пишите мне в комментарии идеи для следующих видосов Которые бы вы хотели увидеть на канале Это был я, Зейн Всех жду в Дискорде, потому что скоро там будет конкурс к бисмосу Всем удачи и всем пока-пока-пока